Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Рубрика «Памятные партии». Сегодня расскажу о том, как удалось встретиться с живой легендой, чемпионкой мира, ну, на тот момент уже экс-чемпионкой мира, Мэй Григорьевна Чебурданица в 1997 году, в очень далеком городе Екатеринбурге, проходил этап Кука России среди мужчин, и вот в последнем туре, в девятом, мне посчастливилось попасть на живую легенду, классика советских шахмат, шахматистку, которая в 17 лет завоевала звание чемпионки мира и достаточно долгое время его удерживала. Это был последний тур, необходима была победа, поэтому было принято решение, ну, моя противница тоже, несомненно, хотела победить, было принято решение избрать систему, ну, вот, которую я уже знакомил вас, ход С3 с идеей, потом ходом Х3 защититься от связки на Ж4, и после перевода слона на С2, белые должны были немедленно захватить центр ходом Д4. То есть, вот основная идея варианта. По какой причине я сыграл в этой позиции короткая рокировка? Я сейчас ответить не могу, но нет сомнений, что если можно провести Д4 максимально быстро, то это надо делать, потому что после рокировки у черных появилась опция Е7-Е5. То есть, они теперь в ответ на Д4 могут просто разменяться на Д4. Ну, и вот в этой позиции Майя Григорьевна сыграла конь С6, но вполне возможно даже СД хоть бьет Д4, конь С6, или даже немедленно Д5, то есть, все это ведет к комфортной для черных игре. Здесь от центра белых ничего не остается, слон на Ж7 становится страшным зверем. Позиция примерно равная, то есть, в общем-то, белые не допустили каких-либо грубых ошибок, и, конечно, вряд ли они здесь получают хуже. После конь С6 у белых две возможности. ДС и Д5. Висит пешка на Д4. Также появилась у черных страшная угроза конь Б4, и отнять слона С2. Но, тем не менее, после позиции после Д5, мне кажется, угрожает теперь слон Б1. Черные должны взять на С2. Мне кажется, примерно равной. Несмотря на то, что черные получили преимущество двух слонов, все-таки слон С8, как это обычно бывает в структурах построения Бенони, то есть, вот такая пешечная структура в центре, слон С8 туповат. То есть, белые пешки его очень удачно ограничили. С другой стороны, и белым не так просто теперь проявить какую-либо активность, потому что активность у них может быть связана либо с осадой пешки Е5, либо с Д6, либо с проведением Е4, Е5. После чего игра начнет скрываться. Слон С8 оживет, получит поле Е5. В общем, позиция с взаимными шансами. Я думаю, что примерно равна. Но в партии против Майи Григорьевны я взял ДЦ. И надо сказать, что ходы мне сдавались с большим трудом. Авторитет великой чемпионки, которая чемпионкой мира стала примерно тогда, когда я начал заниматься шахматами, на меня очень сильно это давило. Тем не менее, позиция белых, ну, уже о перевесе, конечно, речи не идет, но равна еще, наверное, должна остаться все-таки. Слабость поля Д4 дает черным очень неплохую игру. Шансы белых связаны, скорее, с какими-то действиями в центре и на королевском флаге. Им надо либо Е5, Е6 провести, либо разменять чернопольных слонов и создать атаку. Но, конечно, и то, и другое сделать крайне тяжело. Черные естественными ходами завершают развитие. Вполне возможно было конь Д7. Сходный рисунок борьбы. Белым надо играть аккуратно, чтобы не получить прилично хуже. И после ферзь А5, скажем, ход ферзь С1 я отверг из-за ладья Д8. И вот черные захватили пункт Д4. Начали уже хозяйничать в нашем лагере. А белые, ну, ничего не добились. Совершенно ничего. Вот. Ход ферзь Д6, возможно, тоже не сильнейший. Какой, правда, ход сильнейший, я затрудняюсь сказать. Но меня не покидает ощущение, что позиция должна быть примерно равной. Но ход ферзь Д6 ведет к обострению борьбы. Напали на пешку С5. И если, допустим, черные сыграют С4, с идеей вместо поля Д4 использовать поля Д3, то их на поле Д3 никто не пустит. И этот Эншпель, несомненно, примерно равный. Но у белых уже худшие однозначно позади. До поля Д3 черным не добраться. Поля Д4 опорного черные добровольно лишились, сыграв С5, С4. А белые фигуры вполне могут претендовать на отличные поля в цену. То есть черным, кроме поля Е5, и, в общем-то, противопоставить, ну, в центре ей нечего. Ну, тоже, конечно, хуже у черных быть не должно. Они после размены ферзей поведут коня на Е5, и потом постараются захватить поле Д3. Будет сложная борьба. Майя Григорьевна сыграла более резко и, видимо, более точно. Укрепила пешку С5, загнала слона в пампасы, заперла ладью А1. С другой стороны, в позиции резко повысилась цена хода. Потому что слон с Б1 всегда войдет в игру путем А3. Также у белых появились шансы перебросить ферзя на А4, чем я немедленно занялся. То есть идея ферзь А4, слон А6, конь Ж5. Несомненно, достаточно серьезной. Черным с ней надо считаться. И здесь экс-чемпионка мира допустила, на мой взгляд, достаточно грубую ошибку. Сделала естественный ход конь Д7. Если бы она пошла конь Х5 и конь С6, целясь на Д4, Думаю, что у белых возникли бы достаточно серьезные проблемы. Конь идет на Д4. Если его сбить, то сбить можно будет только слону. У черных появится мощная проходная. Преимущество двух слонов. При случае пункта Ф4 для коня. То есть у белых атака уже захлебнулась. А у черных, черные начинают развитие инициативы в центре. Но коня с Б4, которого тут не так давно черные поставили, ему водить не хотелось. И последовал... А, нет. Да, и последовал ход конь Д7. То есть черные хотят привести второго коня на Д3. Получить коня Каспарова. Черный конь на Д3 называется конем Каспарова. Благодаря тому, что тот одержал множество побед. С помощью вот такого построения еще вот в юные годы. Когда играл в волшско-гамбитное построение. Ну, после конь Д7 очень сильный ход. Ферзь Х4 угрожает конь Ж5. И в ответ на Х6 конь бьет Е6 и слон бьет Х6. Если на конь Ж5 сыграть Х5, это еще сильнее слабит черного короля. А если сыграть на конь Ж5 конь Ф6, то конь не доходит до поля Е5. Белые запускают пешку Ф еще вперед. То есть появляется очень серьезная инициатива у белых. Ну и вот вообще появилась очень серьезная инициатива. Черные сыграли Ф7 и Ф6. И в их планы входит ход конь Е5. После размена на Е5 они собираются сыграть в С4. В Б5 перевести второго коня на Д4. И в значительной степени вынуждают белых сделать следующий ход. На их биту после этого вынужденного ответа Е5. Инициатива полностью переходит в белых. Угрожает Е5 конь Ж5. А после... Сразу проигрывает, конечно, ФЕ конь Ж5. С двойным ударом на А7 и на Е6. А после конь идет Е5. Атака белых очень страшна. Угрожает конь Ж5. Слон при случае с Б1 выйдет на А2. Слон Ж7 превращен в пешку. Ну не совсем в пешку. Все-таки короля он защищает. Но от былой мощи не осталось и следа. Ни на Б2 не нападает. Ни пункт Д4 не поддерживает. Да и разменять его можно всегда. И потом пешка Е5 будет слабой. То есть... Позиция очень опасная. Позиция черных. И черные решили не брать на Е5. Но теперь белые вяжут коня Д7. Черным приходится играть Е5. Ферзь загоняется на Е8. Потому что на С7 нельзя ходить. Там конь отправится на Д6 еще. Теперь угрожает конь Ж5. То есть белые не просто захватили инициативу. Неизбежно выигрывают материал. То есть ферзь С5 оказался вынужденным попасть на Е8. И каждым кодом белые создают серьезные угрозы. На ладья Ф7 последует конь Ж5. То есть не исключено, что черным надо в какой-то редакции просто пожертвовать качество. Было на Е8. Но в этом случае, конечно, игра идет на два результата. Майя Григорьевна делает попытку запутать. Сохраняет побольше фигур на доске. Но вот сейчас было очень сильно конь Ж5. Угрожает слон бьет Ж7. Ферзь бьет А7. Слон на Е6 ужасно себя чувствует. Но я посчитал... А нет, очень сильно было... Слон бьет Ж7 и потом конь Б5. С неизбежным конь Д6. Нависшим конь Ж5. То есть там слон и конь Д7 начинают подвисать. В связи с чем нет размены ферзей. На ферзь Е7 последует ферзь Бьет Е7. Конь Бьет Е7. Конь Ж5. Вроде бы. Может быть я вас и обманываю, как обычно. Но вроде бы это опасно, ладно. А может ладья Д6. Да, ладья Д6 может быть еще же очень напали на Е6, на Д7. Да, наверное так вот. Взяли, взяли, напали. Единственный ответ ладья С6. Теперь поле Ж5. Висит слон. Отойти толком не может висеть на Д7. Наверное, надо сдаться. То есть это было намного суровее. Но в этот момент мною ощущался уже серьезнейший дефицит времени. Из-за которого победа чуть было не оказалась упущена. Последовал чуть далее грубый зевок. После конь Ж5 висит на А7. Черные меняются. Белые захватывают линию Д и укрепляют пешку Е5. Вот эта позиция совершенно выиграна у белых. Они захватили линию Д. Слон неизбежно выходит на А2. Но черные пока еще не сдаются. Значит, диагональ для слона они собираются перекрыть пешкой С4. Ну, правда, если сейчас пойти С4, то после ладья АД1 все будет по-прежнему безрадостно. Поэтому черные рассчитывают все-таки конем на Д4 перекрыться. Ходят король А8. После ладья БЖ6 у белых здоровая лишняя пешка. И сейчас у них выбор из двух продолжений. Ладья Д1 и ладья Е1. В обоих случаях ладья идет на Ж3 для того, чтобы дать мат. Куда поставить? После долгих, ну, насколько возможно долгих размышлений, я выбрал ход ладья Е1. Конечно, стоило пойти ладья Д1 и начать размены. Даже не вести ладью на Ж3. Я сыграл ладья Е1. Мне казалось, что это сильнее и на случай, если я буду меняться на Ф6. То есть, там при случае у меня ладья на Е7 вторгнется при пешке на Ф6. Зевнув удар. Но, как только я поставил ладью на Е1, я увидел, что проигрываю качество. Все известные мне работы по психологии говорили, ну, вот, по поводу Зевков, по психологии Зевков, по психологии передачи эмоций противнику. Говорили о том, что, если вы видите, вот, существует правило, если вы зевнули, и ваш противник думает, сделайте вид, то есть, что все в порядке. В идеале нужно уйти от стола. Но уйти от стола я не мог, здесь у меня оставалось, наверное, минуты 3-4. Поэтому мне пришлось все свое внимание переключить на соседнюю дотку. Не помню, кто за ней играл, не помню, что там была за позиция. Но все свои мысли я убрал туда в этот момент. И, действительно, Майя Григорьевна, она рассчитывала, как мы после партии с ней обсудили, только на ход ладья АД1. После ладья АД1 никаких ударов, типа коня в 3, нету. А здесь бы нельзя бить ЖФ из-за Ферзберг Ж6 шаг. Ферзберг Ж6 АЖ. У черных лишнее качество, а у белых взамен испорченная пешечная структура. Вряд ли компенсация хорошая. Но, правда, на конях 3 можно вот таким способом избавиться от качества. И здесь Стокфиш рисует белым приличный перевес. Плюс-минус столбик примерно. Но нет сомнений, что шансы зевнуть еще существенно возросли бы. Да, то есть вот примерно таким видит ход борьбы дальнейший Стокфиш. 9. Ну, я не знаю, что бы я сделал на конях 3 шаг. То есть в этот момент я полностью отрешился от партии. К счастью, последовал ход С4. И дальше, ну, здесь снова ладья АД1. Было ходом неимоверной силы. Конь сгоняется. Причем у него и хорошего поля-то нету. Потому что если он пойдет на С6, белый тут же отправит коня на Д6. Фактически выигрывая пешку Ф5. На которую еще слон с Б1 может напасть. Ладья Ж5, ХРС Р5. Ну, вместо этого я сыграл по плану. Ладья Е3. Но ладья Ж3 играть бессмысленно. Это только при случае взевать вилку на Е2. И поэтому ладья Ж6 ушла. Снова вот размены, которые чуть-чуть улучшили позицию черных. Теперь их конь Б6 не должен сторожить поле Д5. То есть в целом заищалась моя Григорьевна неплохо. Ей не повезло. Но позиция, видимо, проигранная. Ну и последней ошибкой, видимо, явился ход ладья Б8. Все-таки стоило разменяться на Ж3. Дело в том, что слон А2 пока что плачевное существование. С Б1 он не намного активнее пока жив. Конь на Д4. То есть задача черных, как только слон идет на Б1, сыграть конь Д5. И, в общем-то, белым еще работать и работать для достижения цели. А после ладья Б8 все очень просто. Белые тут же прицепились к пешке Ф5. И слону не хожил. Максимально быстро разменяли ферзи. После чего в этой позиции с огромным удовлетворением я обнаружил, что могу перейти в коневую Эшпель с лишней пешкой. Ф7 угрожает ладья Ж8 в шаг. Пешку Ф7 черные не имеют права оставлять в живых. Поэтому конь Е6 самый естественный ответ. Ну и теперь, конечно, пешка Ф7 теряется. Но сомневаться в оценке этого Эшпеля не приходится. Здесь я пошел прогуляться. Мама Майя Григорьевна Чебурданидзе меня отловила и сказала, что вы очень хорошо играли, молодой человек. Теперь можете предложить экс-чемпионке мира ничью. В ответ на что я сказал, что, к сожалению, мне очень хочется победить чемпионку. И действительно, позиция достаточно легко выигрывается. Задача белых прийти королем на ферзевый фланг. А лишняя пешка королевского должна отвлечь черные фигуры. Вот как раз от марша короля. Так примерно и получилось. Черные не нашли хорошего способа противостоять плану белых. Отправили коня за пешкой Аш-3. Но, конечно, пешка Аш-3 белым совершенно не нужна. И здесь черные сдались. Мне еще повезло, что, когда мы перешли в окончание, поменяли ферзей, там как раз закончился цветнок. То есть, как раз коневое окончание возникло. У меня была возможность подумать, составить план. То есть, вообще, конечно, везение в этой парке было фантастическим. Несмотря на ужасно разыгранный дебют. Удалось получить все-таки очень хорошую атакующую позицию. Но потом чрезмерный пиетет перед противником привел к цветноту. А цветнот, соответственно, к зевку. То есть, из этой партии я извлек очень многое тоже. То есть, несмотря на то, что удалось ее не проиграть, а даже выиграть. Был очень хороший урок извлечен именно в психологическом плане. Во-первых, зевают все, даже великие. Во-вторых, зевков не видят все, даже великие. И в-третьих, бояться, в общем-то, некого. То есть, даже чемпионки мира, очень сильные шахматисты, мужские гроссмейстеры, допускают достаточно элементарные ляпы. В этой позиции моя Григорьевна признала поражение. Я закончил турнир на очень мажорной ноте. Было 15 призов. В последний момент выяснилось, что их 16. Я занял 16 место и получил последний приз. То есть, ну, в эквиваленте примерно 50 американских денег. Ну и, конечно, на всю жизнь запомнилось общение с очень сильной шахматистой. Сейчас Майя Григорьевна играет намного реже. Ну, надо сказать, что, допустим, в 2004 году, когда я секундировал Екатерине и Валентина Никовалевской в Элисте, с Майей Григорьевной мы с удовольствием общались. И в процессе турнира, и после того, как она выбыла. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки там и так далее. С вами был международный мастер Роман Ивич. До свидания.